всем доброе утро добро пожаловать на мой канал всем хорошего дня отличного настроения у меня вот такое каспера только не хватает куда каспера дел он сопит и что запиши совсем доброго утра сегодня начинаем влог надеюсь что вам понравится но начало уже неплохой согласитесь девочки такое красивое начало нож не может она не может быть плохим доля ну и вот моя любимая троица как вы видите ковер весь в шерсти потому что тут только что была драка да кто тут у меня хулиганичал сейчас только что вот эта маленькая девочка до которая отнимала игрушки которые считают что все игрушки это ее игрушки да все шерсти маме надо пылесосить все до курочка моя вот все ее игрушки она здесь два товарища бона до бона а бон все хорошо нормально да 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 все хорошо и вот этот вот милый мальчик да милый мальчик а милый мальчик вот они вдвоем вот эти устраивают у битвы мне эти шерсть валяется чая-то шерсть явно джусина да потому что белая так вот мы живем до бона всем привет давно не виделись да кто тут весь этот ковер шерсти от кого вот от этой вот мадам смотри видишь да да вот такая вот мамина нервная история ты да красавчик будем убираться и пылесосить а что делать да он тоже все свои игрушки вот эти вот все ну что ты красивая такая ты хорошенькая типа я тут ничего не делала никому не приставала игрушки ни у кого не отнимала вот такие но каспер где-то спит как всегда да ты тяжело вставать тяжело ходить да боняш но что делать по мою сладко дома хорош у нас вот такая вот отличная погода солнышко светит но уже знаете так воздухе прям пахнет пахнет весной несмотря на то что у нас морозы до сих пор они здесь минус 15 в январе вообще было минус 29 несмотря на это солнышко уже жертву весеннее прямо это очень чувствуется и это просто здорово вот я еду сейчас по делам еще понедельник вторник это те дни когда меня практически целыми днями дома и нашу по делам при забираю детей детей в эти дни не совпадал график я куда-то в общем возьму с собой вот так вот у нас морозно никак не хотят размораживаться машина вот как раз в данный момент я жду детей когда они придут со школой кстати полчаса сидела в машине потому что их задержали вот такое тоже у меня бывает беру кстати собой книгу в таких моментах вот заходила я в мясную лавку очень люблю туда заходить я вам уже говорила вот купила вот такие купаты из свинины они безумно вкусные самые вкусные купаты продаются именно в этой мясной лавке купила фарш просто потому что мне лень было покупать мясо и крутить самой быстренько сделаю на ужин котлеты купила вот такой кусочек говядина говядина по семьсот двадцать рублей это дешевле чем где-либо фарш не помню помпы 400 чем-то и девчонкам своим еще купила я собаками веду это сердечки индейки это у них как вкусняшки я достаточно часто балую таким куриную грудку тоже ну брошу морозилку так как я уже была в мясной лавке то решила что ну как бы впрок скажем так купить кстати я там покупаю вот такие печенья это безе а внутри изюм и орешки это так вкусно девочки это просто самое вкусное что я когда-либо ела в общем баллы себя да потом удивляюсь почему немножко поправилась но так бывает еще купила яблоки яблоки там тоже кстати очень вкусные сезонные но дороже чем там в пятерочке или в ленте или где-то еще вот бананы тоже купила вот здесь вот две веточки и конечно же хурму у нас еще продаются хурма мама очень вкусная я ее обожаю я люблю именно такую свечку чтобы она была прям мягкая мягкая такая это тоже вкусняшки для себя мои домашние дети мне вообще не любят хурму ну муж так может там парочку съесть поэтому в принципе 6 штук это для меня девочки что вы понимали так что вот такие вот у меня были покупки мясной лавки в общем сейчас я буду делать котлеты потому что их попросил мне сделать муж остальное все про запасы ну и девчонкам тоже скормлю сердечки индейки вот это у нас вечер я уже наготовила всех накормила котов тоже накормила кстати у меня нет нет каспир да тоже любят сердечки именно индейки курины он не ест никогда вот он кстати сегодня показала во влоге всех своих животных касперюша тоже он утром обычно после того как позавтракает ходит куда-нибудь спать там ну так чтобы вам никто не видел не мешал а это я делаю вижу сейчас плед для своего младшего сыночка я ему уже вязала подобный плед но он получился у меня маленький в общем я его перевязываю сейчас докупила еще нитки нитки вот эти мне не очень нравится ну в общем цвет нравится моему сыну поэтому в общем вижу и даст такими длинными ногтями я могу делать абсолютно все в том числе и вязать они мне кстати нисколечки не мешают но не будем обсуждать тему да вот и параллельно я слушаю аудиокнигу мэтью фаррелл что-то натворил уже практически дослушала ее очень не понравилось я вообще обожаю аудиокниги я слушаю вообще постоянно везде только за рулем никогда езжу я не слушаю потому что ну отвлекают иногда да если книга очень-очень интересная то когда едешь за рулем не стоит конечно же слушать подобное да вот но все же тот касперюша намывается он у меня кстати выползает куда откуда-то я не знаю где он доме спит где-то в укромном уголочке по моему меня в шкафу в одежде он любит там иногда находиться вот он тоже поужинал поел эти сердечки индейки и видеть намывается сладкий наш мальчик вот самый лучший мире котик вот такой хорошенький помогает мне еще я плед правильно вязала да так что так но этот влог у меня будет состоять из двух дней как вы понимаете это понедельник и вторник утро следующего дня у меня вот такой завтрак у меня принципе не меняется вот и здесь рядом со мной мои шакалы их так называю выпрашивают у меня хоть что не вот дай хоть что-нибудь вот хоть что-нибудь хоть капелюшечку маленькую но дай вот но в общем несмотря на то что я прежде чем сесть завтракать самой и я кормлю своих хвостиков а потом уже ем сама но это как бы все равно я хоть вот капелюшечку но дай попробовать что что такое там ешь также показываю рыбку у меня кстати были четыре золотые рыбки осталось 1 и 2 сомика вот это у нас некий такой телевизор для кота леофана каспра вообще не обращают внимание на аквариум на рыбку но и собаки тоже тоже все равно леофан нет нет да вспоминает про нее вот так что да сидит проверяет как она там кстати рыбку тоже кормлю прежде чем поесть самой а здесь это вот как раз светила по делам потом у меня оставалось время пока дети закончат учебу и всякие свои занятия и я решила зайти в магазин буква ед как раз таки забрать свой заказ который я делала на всяких скидках акциях в общем у меня девочки вы же понимаете я заранее извиняюсь за то что камера у меня вот так вот но я учусь на новый я вообще там натворила делов и настроек всяких в общем да учусь что называется кстати кто мечтал благословение небожителей если да напишите вам понравилось или нет столько рекламы столько хайпа вокруг этих книг но они достаточно дорогие то есть если покупать комплектом то но так в копеечку вылетит и я думаю что в электронном виде я не нашла хотя вроде бы обещали там уже какую-то первую вроде бы часть в электронном виде что она будет но я по крайней мере не нашла вот но может быть будет как бы сами книги не очень я хочу почему-то покупать даже когда появится все-таки в электронке но буду ждать напишите обязательно и кстати в этом видео я еще хотела сказать что я настроила свой телеграм-канал он у меня новый я вам оставлю ссылку под этим видео обязательно переходите будем с вами там общаться не знаю если хотите могу какие-нибудь фотографии там выставляете в общем можете мне там писать я обязательно буду читать и настроил что-то мне уведомления приходили в общем все настроила девочки я надеюсь что все работает после моих настроек так что обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал мне писали что кого-то нет телеграм-канал но у меня вообще моя аудитория делится на людей у кого есть например только телеграм-канал нету в страничке вк есть кто там смотрит на дзене и на ютубе есть кто только на ютубе есть кто только на дзене и в общем есть вообще те кто только на ютубе но я стараюсь быть везде надеюсь у меня это получится так ну что приехала я домой привезла еще своих мальчишек у меня села в гардеробный потому что здесь хорошее освещение у нас сейчас достаточно пасмурно нет бардак не об этом сейчас я хочу вам показать что я свой заказ в магазине буквально я такой мешок огромный мне кстати девушка там сказала какой у вас great классный шокер где вы его покупали у меня вот такой тканевый я вообще обожаю последнее время вот такие тканевые сумки он немножко тут неприличный вот но заказывала я его на ла моде мне он очень нравится классный я выстирала в общем супер прикольным хожу в нем с ним магазинку перчатки сразу буду показывать вам что я там барахоз такое девочки покажу вам что я там заказала и пивом том числе и господи что это у меня такой так заказала я сейчас так принесла сразу показать целую серию книг мы сейчас читаем кто у меня давно смотрит он знает я детям до сих пор своим детям старшему у меня 12 младшему 8 и я до сих пор на на читаю книги и сейчас мы читаем серию книг вот как раз читаю вторую книгу коты воители это первая книга я до этого ее приобретала и вот вторая книга мы ее уже как почти середина на самом деле достаточно быстро читается и очень классные книги девочки очень вообще супер нравится нам просто безумно вот моя джусинка пошла первую книгу прочитали вторую я читаю по одной главе больше они не выдерживают у меня потому что читаю в том числе по будням утром рано встают школу в общем вы понимаете я так я заказала одну книгу я заказала потому что и и не было в наличии где она у меня где она у него я его заказала то есть принципе заказ я делала для из-за нее в том числе это вот такой лес секретов была скидка я сделала заказ в январе на праздниках была скидка по вам 30 или даже 40 процентов на многие из мы почти на всех нас короче на все книги которые у меня в заказе я заказала вот такую это следующая это третья книга называется лес секретов обалденные книги мне очень нравится мне 38 годиков и мне не безумно нравится и в магазине еще на купила четвертую книгу бушующая стихия и еще будет пятая шестая в общем целая такая серия книг которая нам безумно нравится у нас теперь 4 в общем я потом в каком-нибудь книжном блоге обязательно поподробнее расскажу но мне очень нравится эти книги заказ я сделала ради одной книги многие из вас вы наверное и уже читали но я все отнекивалась несмотря на то что много где рекомендованных на всяких вот сайта где продают книги давно я уже эту книгу видела даже смотрела обзоры некоторых блогеров на эту книгу все в диком восторге множество положительных отзывов но когда я увидела впервые она стоила 1300 рублей была буква едием где-то было даже полторы тысячи я подумала нет потому что я вообще фэнтези и фантастику не особо жалую но в последнее время кстати приглядываюсь к ним в общем эта книга называется четвертое крыло у меня вот с таким срезом черным есть он еще такой как чешуйки дракона книга восемнадцать плюс и в эту весну должна выйти вторая часть этой книги на русском языке вроде как должна но в общем не знаю это фэнтези все в дичайшем восторге столько положительных отзывов и мне она обошлась в 765 рублей я подумала ну это просто судьба это просто судьба поэтому я и взяла когда прочитаю обязательно про нее расскажу но я не встречала отрицательных отзывов кроме таких как кому-то не нравится обложка кому-то не нравится там срез еще что-то то есть о самой книге о том что здесь написано только сплошные положительные отзывы хотела сделать книжный влог отдельно но оставлю в этом влоге потому что не хочу не хочу отдельно снимать потому что я эти книги не читала до которой до показывать и не в общем да так следующая книга эта книга для моих детей но я такие книги читают уже с огромным удовольствием девочка которая не видела снов сара бет дэрст тоже много положительных отзывов на эту книгу я слышала вот здесь такие кстати такой срез не чисто белые такие странички прикольная в общем обожаю запах типа краской граф краски и и вот этих новых книг прям супер вот такой вот еще книгу купила не знаю почитаем посмотрим так следующая книга которую я она есть в электронном виде по крайней мере я видела но очень хотела прочитать именно в печатном не знаю есть некоторые книги которые мне хочется именно в печатном виде читать всеми знаменитая каштановый человечек вот вот она такая маленькая по сравнению с обычной книжечкой в общем учитаю тоже оставлю свой отзыв но наверное многие из вас уже тоже не читали в общем у меня такие здесь покупки и следующая книга которая я не помню кстати как почему именно ее я купила кстати мне тут как положили купончик даже со скидкой я не видела с 1 января по 15 февраля 25 процентов но как всегда вот это заманивают знаете меня везде нельзя только можно в общем вот такая книга это она джейн поклонник я не помню почему я ее приобрела но я помню что я ее тоже очень хотела но почему хотела честно говоря не помню в январе когда делала заказ помнила сейчас как говорится вышивала вышивала вот у меня так а это кстати все да только так у меня купончик положили я кстати очень хочу еще почитать книгу виктора дашкевича императорский див но первую часть надо читать вот это это вторая часть надо найти первую часть потому что этот императорский див колдун российской империи я видела продается много где но надо хочу как бы начать с первой части для начала вот так что еще вот такая она джейн я читала какие-то книги в электронном видео анджейн по моему вот я не знаю почему я решила но в общем вот такая вот у меня приличная стопка книг сегодня такой улов можно сказать магазине буквоед вот такой вот представляете ну в общем есть у меня еще книги которые тоже очень хочу почитать но и сейчас нету в наличии тоже в буквоеде возможно снова сделаю заказ хотя вот этих книг мне хватит надолго особенно вот это она джейн она достаточно толстенькая и четвертое крыло тоже достаточно такая толстенькая в общем не знаю наверно уже фиоле сделаю заказ на новый заказ в общем меня короче знаете и литрес и буквоед и в общем разные лабиринт тоже магазин да в общем они меня короче окручивают вот так вот как можно постоянно мне суют какие-то новинки какие-то вот интересные да вот такие буклетики в заказе как там скидочки купончики баллы и так далее и в общем нет нет да я покупаю приобретаю разные книги в общем вот такая вот история будет еще в локу прочитанных книгах за наверное декабрь и январь такие самые за последнее время обязательно расскажу ну и это тоже буду читать надеюсь что четвертое крыло меня не разочарует рыбака ярос вот так что вот такие вот у меня были покупки но и на сегодня я уже буду с вами прощаться вот такой вот у меня получился влог но у меня такие дни поедельник вторник у меня всегда проходит именно вот так вот непонятно сейчас время у нас уже я будем делать уроки я убираюсь постираю поглажу и будем лягу с книжечкой но у меня я сейчас дочитываю другую книгу вот и будем будем ложиться спать одним словом вот такие вот у меня понедельник вторник у меня каждый день одинаково каждую неделю одинаково проходит практически вот поэтому в общем надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч